Эфир телеканала ОТС продолжает программу экстренный вызов. В студии работает Ксения Смотрова. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Оформили как полагается, но коллеги заподозрили неладное. Наркополицейских подбросивших улики приговорили. Жили, трудились и даже культурно отдыхали. Нелегалов брали ОМОН СОБРом. Мошенники соцсети обманули пенсионерку на 40 тысяч рублей. Как не стать жертвой виртуальных аферистов? Смотрите. Начинаем с пожаров. Этой ночью 46 огнеборцев тушили возгорание на площади почти 2000 квадратных метров. В поселке Элитный на Беломорской полыхали склады. Два ангара частично повреждены, один уничтожен полностью. О причине ЧП пока не говорят. На месте еще работают дознаватели. И сразу три серьезных пожара произошли в выходные в частном секторе. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв. О проблемах на Ребедевского, это Зайльцовский район города, информация поступила в 21.00 в воскресенье. Пламя полностью охватило дом. Три пожарных расчета и две скорые прибыли быстро. Однако проезд к самому полыхающему строению, со слов свидетелей, был затруднен. Другой пожар произошел в Ленинском районе на улице Титова, недалеко от остановки Пермская. Здесь с огнем справились в течение часа. Помощь медиков не понадобилась, так как в доме никого не было. А в Берске, в коттеджном поселке, на улице Новая, сгорела баня. Угрозу первой заметила школьница. Девочка позвонила в МЧС. Одна из версий случившегося – умышленный поджог. Так как баня еще не эксплуатировалась, не было даже печки. Кроме того, из горящей пристройки огнеборцы вынесли 4 газовых баллона, предотвратив взрыв. К другим темам пытались привлечь невиновного, но в итоге сами попали под следствие. В Новосибирске вынесли приговор сотрудникам полиции, которых обвинили в фальсификации доказательств по делу о наркотиках. Прошлой зимой оперативники Управления по борьбе с наркотиками доставили в служебный кабинет двоих парней, которых ранее задержали за употребление спайса в торговом центре. В мобильнике одного из них нашли номер телефона драгдилера и соответствующую переписку. Правда, других доказательств полицейским обнаружить не удалось. Тем не менее, они решили надавить на клиента и заставить его признаться в распространении запрещенных веществ. Со мной провели диалог с применением физической силы. Каким образом? Нанесли неоднократно удары в область головы, в область тела. Молодой человек, на которого параллельно сыпались угрозы, не выдержал прессинга и согласился взять вину на себя. Оперативники связались с наркоторговцем от имени задержанного, воспользовавшись его же сотовым телефоном. В результате чего получили адрес, где надо забрать закладку. Далее парня отвезли на место, заставили вскрыть тайник и изъяли товар в присутствии понятых. Однако вскоре полицейские попали в поле зрения службы собственной безопасности и впоследствии сами стали фигурантами уголовного дела. Сегодня Фемида закончила его рассматривать. Один из троих обвиняемых прибыл на оглашение приговора под конвоем. По версии следствия, лейтенант полиции сыграл главную роль в совершении преступления. В отношении Смагина дана оценка судом непосредственно активной роли в данном случае именно в применении насилия. Также за его подписью был ряд документов процессуальных изготовленных. И непосредственно это то лицо, которое окончательно передавало процессуальные документы для дальнейшего следствия, следователю, результаты уголовного оперативно-розыскного деятельности. В итоге находящийся за решеткой полицейский получил больше всех. За превышение полномочий и фальсификацию доказательств ему назначили три года общего режима. Двое других офицеров теперь должны отправиться в колонию-поселение. Один на два года и три месяца, другой на полтора года. Стоит также отметить, что потерпевший свой срок за наркотики все же заработал, но уже по другому делу. Леонид Лишенко, Александр Егоров, экстренный вызов. Попавшего под уголовное преследование начальника полиции все же задержали сотрудники ФСБ. Несколькими днями ранее в отношении полковника Александра Гращенкова проводилась служебная проверка. Руководители Дзержинского отдела подозревали в незаконной постановке на миграционный учет граждан Украины. Санкции статьи, по которой возбудили дело, предусматривают наказание до семи лет лишения свободы. И почти в продолжении темы борьбы с нарушителями границы общежития с полсотни нелегалов нашли полицейские. Трое подельников организовали в нашем городе целый бизнес по снабжению приезжих разного рода документами. Выходцам из Средней Азии оформляли прописку по поддельным бумагам и предоставляли жилье в том самом общежитии, при котором, кстати, работал даже игровой центр отдыха для своих. Незаконный канал миграции организовали две жительницы Новосибирска в возрасте 39-49 лет и иностранец помоложе, который и искал потенциальных клиентов в странах ближнего зарубежья. О конторе слухи распространились быстро. Работали подельники ударными темпами, так что отбой от визитеров не было. По поддельным документам приезжим оформляли регистрацию в МФЦ, а потом желающим предоставляли койко-место в специализированном общежитии за дополнительную плату, естественно. Сотрудники полиции при силовой поддержке отрядов СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Новосибирской области провели обыски в жилищах фигурантов, также в офисе подконтрольной организации. Обнаружены изъяты тетради, в которых перечислены фамилии обратившихся за помощью иностранных граждан, более 90 паспортов, печати организации, а также персональные компьютеры, на которых была изготовлена фиктивная документация. К слову, сервис дошел до того, что при общежитии работало кафе, где постояльцев ждал ужин, складки, помещения для хранения товара. Ну и самая пикантная деталь – комната отдыха для своих с игровыми автоматами. В ходе спецоперации 50 мигрантов доставили в отдел полиции. В отношении пятерых уже решается вопрос о депортации. Идейные вдохновители этого постоялого двора уже во всем сознались. Один из организаторов трафика арестован, остальные подозреваемые – под подпиской о невыезде. 30 молодых офицеров полиции приступили к служебным обязанностям в органах внутренних дел региона. Начальник областного главка Юрий Стерликов побеседовал с новым пополнением. Выпускники задавали вопросы, генерал-лейтенант держал ответ и наоборот. Такие встречи уже стали традиционными. В ходе неформального общения молодые офицеры рассказали о первом опыте самостоятельной работы. Об атмосфере в коллективах, куда они пришли участковыми, дознавателями, следователями и оперативниками. В свою очередь генерал раскрыл особенности каждого районного отдела полиции, чтобы выпускники знали, с чем могут столкнуться и где им вообще предстоит нести службу. Но лейтмотивом беседы все же стал строгий наказ – неукоснительно соблюдать букву закона. Трое иностранцев с ножом отобрали у новосибирца ВАЗ-2108. Сначала в 9 часов вечера в советском районе города подозреваемые устроили встречу с потерпевшим под предлогом покупки его машины. Но как только владелец стал показывать им документы, они силой вырвали бумаги, забрали личные вещи мужчины, сели в его автомобиль и уехали. План перехват быстрых результатов не дал, хотя уже через два дня сыщики вышли на свет троицы, причем в Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Все участники организованной группы задержаны. Угнанную восьмерку вернули владельцу. Пенсионерка из Коросука хотела получить щедрый подарок, но вместо этого осталось без средств. Мошенники выманили у пожилой женщины деньги, воспользовавшись ее финансовой неграмотностью. Пенсионерка из Коросука. Уголовное дело возбудили, но найдут ли злоумышленника, пока не ясно. И это не единственный вариант остаться без денег. Обычная покупка в интернет-магазине может полностью опустошить счета. Интернет-магазин обычно использует так называемый код подтверждения карты. Он расположен на оборотной стороне карты, это три цифры на оборотной стороне. Его также как пин-код не надо никому сообщать, потому что это опять-таки ключ к вашим уже интернет-покупкам. И последнее. Мужчина перебрался за заграждение перекрытого коммунальщиками моста через реку Первая Ельцовка. Это переход между овражный и танковый. Без того в народе называют скандальным, так как он является предметом спора жильцов двух жилых комплексов. Так тут еще одно негативное упоминание в СМИ. Зачем, а главное как? Неизвестный преодолел высокие бетонные блоки, так и оказалось за кадром. Спасатели вызвали полицейские, иначе добраться до объекта было нереально. Тем более мужчина вел себя неадекватно. Бойцы МАЗ при помощи альпинистского снаряжения и выдвижной лестницы преодолели преграду. Человека, который уже на тот момент был в невменяемом состоянии, зафиксировали ремнями безопасности и на жестких носилках, перетащили через забор и передали бригаде медиков. На этом все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону редакции 310-2005. Он доступен по будням в рабочее время с 10 утра до 6 вечера. С вами была Ксения Смотрова. Будьте внимательны и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС. ОТС